Привет всем! Сегодня в этом видео мы продолжаем ответы на вопросы. И следующий наш вопрос от Андрея Стрижевского. Встречается ли насилие в монашеских общинах мужских и женских? Как в буддийских общинах принято реагировать на случай насилия? Ну, начнем с того, что в традиционном буддийских странах по большей части насилие-то есть, но оно, что называется, институционализированное. То есть зачастую очень трудно отличить непосредственно абьюз от банальной практики. Учитель может быть очень суровым с учеником. И, увы, принуждение к сексу тоже может стать частью такой вот практики. Но, опять же, это не черта именно буддийской общины. Это черта традиционного общества. В традиционном обществе насилие оно всегда институционализировано, увы. Что касается Японии, здесь я могу уже рассказать чуть побольше именно. Ну, все-таки какие-то разговоры я слышу и так далее. Проблема в том, что, во-первых, с одной стороны, у нас нет таких вот стандартных традиционных монастырей, в которых люди живут всю жизнь, в которых одни и те же люди, главное, живут всю жизнь. Любой крупный монастырь является чаще всего еще и Хонзан, то есть это главный храм, как бы командный центр школы буддизма. Это тренировочный центр, это очень часто еще и какое-нибудь всемирное наследие или хотя бы японское наследие. То есть там довольно большая текучка, он всегда на виду. И если там что-то происходит, то, с одной стороны, могут быть очень серьезные последствия, с другой стороны, именно поэтому очень мало шансов, что оно хоть как-то вылезет. Ну, есть и другие причины, почему, если насилие и происходит, то, скорее всего, оно замалчивается и как-то решается в своем тесном кругу. Во-первых, это очень, опять же, традиционная и такая жесткая иерархическая структура. Мы все знаем, как нам нужно относиться к людям, которые стоят выше нас, ниже нас, как нам с ними общаться, что мы можем по отношению к ним сделать, что мы не можем по отношению к ним сделать. Очень большая разница, ну, грубо говоря, между мной, простой ученицей, и каким-нибудь учителем моего учителя, моего учителя. Именно из-за этой иерархической разницы многие, подвергшиеся насилию, просто никогда не будут о нем рассказывать, потому что они прекрасно понимают, что им мало кто поверит. Слишком разный статус. Это первая проблема. Вторая. Дело в том, что мы вообще, это очень узкий круг. Любая буддийская школа, это не так уж много людей. Эти люди все друг друга знают, даже не через два рукопожатия, а через одно рукопожатие. Хорошо, через один поклон. Все друг друга знают. И помимо всего этого, мы еще приходимся друг другу духовными родственниками. То есть моя родословная, у меня есть родословная, я могу ее посмотреть, если я встречаю любого незнакомого мне монаха или даже просто принявшего прибежище мирянина. У него тоже есть родословная, мы можем ее сравнить и посмотреть, в каком духовном родстве мы друг к другу относимся. В общем, мы одна большая семья, иногда дисфункциональная. Немножко дисфункциональная. И в таких обстоятельствах любые случаи насилия, они действительно как в семье. Понимаете? Ну, как обычно, почему насилие в семье это такая большая сложность? Потому что если ты, допустим, обвинишь в насилии своего папу, то, скорее всего, ты перестанешь общаться и с мамой, если она тебе не поверит. Но, скорее всего, она все знала и молчала. Неизвестно, как к этому отнесутся твои братья и сестры. Вполне возможно, что они примут твою сторону, но, может, они примут и сторону родителей. Да, еще есть какая-нибудь тетя Катя, которая тоже непонятно, как к этому отнесется. В общем, все очень сложно. Да. И у нас примерно так же. Если случается, если выходит на поверхность случай насилия, то в это оказывается замешано огромное количество людей, которые изначально к этому никак не принадлежали, ничего такого не делали. То есть, если ты обвиняешь кого-то в насилии, то всем людям, которые находятся вокруг тебя, которые как-то с тобой взаимосвязаны, придется принимать сторону. Им придется конкретно решать, они верят тебе или они верят тому, кого ты обвиняешь. И, ну, как вы понимаете, так как это уже выходит на очень личный уровень, вариантов бывает много. Это всегда на них повлияет. Это ты, ну, как бы там ни была, но это пойдет дальше. Поэтому, опять же, больше мотивации решить это как-то в своем узком кругу. Решить это таким образом, что, например, хотя бы, ну, учитель будет предупреждать своих учеников, что там вот к этому лучше не запускать молоденьких монахинь, а вот этого надо держать подальше, наоборот, от молоденьких монахов. Как-то это так решается все. Ну, и да, наконец, так как, опять же, как я уже сказала, все это происходит на очень высоком уровне часто, то еще больше шансов, что оно просто не выйдет на поверхность. Это все как-нибудь умудряться замолчать. И так далее. Но есть еще одна очень интересная вещь. В последнее время, например, в американской Сангхе прошла такая серия скандалов по поводу как раз абьюза, причем именно сексуального, в разных общинах. И да, с одной стороны, вроде как, ну, понятно, в Америке, там замалчивать не будут. С другой, сначала все это разразилось именно в узком круге, то есть именно вот в этой буддистской общине. То есть я видела, как люди, с которыми я общаюсь, рассказывали в каких-то приватных постах, открытых только друзьям, обсуждали эти ситуации. Люди сомневались, стоит ли об этом вообще говорить, стоит ли это выпускать. Причины, я подозреваю, все те же. Потому что это очень узкий круг. К тому же в Америке это еще и религиозное меньшинство. И все прекрасно понимали, что на это отреагируют не только непосредственно в самой общине, но и за пределами. Это бросит тень на общину. И, возможно, к буддизму будут хуже относиться, к нашей школе буддизма будет хуже относиться и так далее. Это тоже, кстати, большой фактор. У нас есть соседи, и что эти соседи подумают, тоже непонятно. Именно из-за этого все больше и больше таких случаев просто замалчиваются, не выходят за пределы общины. Это не очень хорошо, но я лично не представляю, как это решать, потому что как избегнуть этих последствий? Я не представляю. То есть, даже если все примут сторону жертвы, все равно будет слишком много кругов по воде. И мне кажется, это такая большая проблема, о которой стоило бы говорить больше, но о ней очень мало говорят. Спасибо всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok